4 октября 1993 года в Москве расстреляли здание Верховного Совета. Таким образом, в России насильственным образом было прекращено действие советской власти и всех социалистических завоеваний революции 1917 года. В минувшее воскресенье по всей стране прошли памятные мероприятия, посвященные 22-й годовщине этих трагических событий. Омские коммунисты и комсомольцы провели пикет на площади у музыкального театра. Молодые люди, которые собрались в дождливое субботнее утро у здания музыкального театра, сами ровесники тех событий, когда власть в стране перевернулась с ног на голову. Это комсомольцы новой эпохи. Их родители не олигархи или топ-менеджеры крупных корпораций. Ребята изучают историю, слушают рассказы родителей и старших товарищей. Делают выводы. Я хоть и не жил, но историю изучаю, какая замечательная страна была и во что ее превратили. И для меня события 3 октября, когда я узнал об этих событиях, это стало для меня последним аргументом для вступления в ряды коммунистической партии. Ну, вориши, которые пришли к власти, им нужна была собственность. Им нужно было добыть собственность, передел собственности. А забрать собственность они могли только у народа. У народа они могли ее забрать только насильственным путем. И вот этот расстрел здания Верховного Совета, Белого Дома, с этого именно началась эпоха бандитского капитализма. Эпоха периферийного бандитского капитализма. Обстрел Дома Советов был на руку Ельцину и его шайке олигархов. Это был заключительный этап их контрреволюции, окончательно уничтоживший нашу с вами родину и отдавший Россию в руки паразитам и олигархам. Разрушился Советский Союз, мы потеряли родину. Медицина стала платной, образование стало платным. Люди стали жить объективно хуже. Лично для меня я не увидел каких-то лучших изменений в лучшую сторону. Для своей семьи я не увидел. Для знакомых, друзей и так далее. Я вижу, что страна стала беднее, страна превратилась в сырьевой придаток после событий. Я считаю, что это трагическая дата в истории нашей страны. И сегодняшней акции мы просто хотим напомнить людям о тех событиях, которые происходили в 1993 году. Расстрел Белого дома – результат противостояния президента Ельцина и депутатов Верховного Совета. Народные избранники были не согласны с предложенной Ельциным реформой армии и грабительской приватизации в стране. Но российского президента как будто вела какая-то вражеская рука. После расстрела Белого дома он сократил армию и вооружение, что привело к ослаблению обороноспособности страны. Октябрьские события позволили Ельцину реализовать договор об СНВ-2, по которому Россия взяла на себя обязательство продать США за бесценок большую долю своего ядерного потенциала. В стране стали закрываться заводы, начало приходить в упадок сельское хозяйство. Людям перестали платить зарплату, расцвел бандитизм, хлынули наркотики. Хорошо жить в бывшем социалистическом государстве стали только новориши. Мы видим, что происходит у нас в стране и в частности в нашем городе Омске. Безработица. Уничтожаются промышленные предприятия, уничтожено сельское хозяйство. Вот результат того, что свершилось 22 года назад, 3 октября 1993 года. В результате расстрела Верховного Совета. До сих пор неизвестно точное число погибших при штурме здания Верховного Совета. Официальные данные противоречивы. Чаще всего говорят о 157 погибших. Но по независимым оценкам, только в Доме Советов в период Ельцинского переворота было убито около полутора тысячи человек. Каждый год в эти октябрьские дни коммунисты и комсомольцы собираются вместе, чтобы отметить трагический конец советской эпохи и отдать дань уважения павшим защитникам Белого дома, не пожалевшим свою жизнь во спасение страны от пут капитализма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова